Минус 15 миллионов. Задолженность по зарплате в Преамуре за две недели снизилась с более чем 70 миллионов рублей до 56. Поступили в продажу. Жители Тынды уже могут купить билеты на самолет до Хабаровска. Старт дан. В Благовещенске официально открылась Амурская осень. Мастер-класс по-сингапурски. Благовещенский ансамбль «Ровесники» репетирует новый танец под руководством хореографа из Сингапура. Задолженность по зарплате в Преамуре снизилась почти на 15 миллионов рублей. Ситуацию с невыплатой денег предприятиям и своим сотрудникам обсудили на специальной комиссии под председательством губернатора Александра Козлова. Комиссия по ликвидации задолженности по зарплате собирается два раза в месяц. По словам главы Преамуре, ситуация меняется в положительную сторону. За последние две недели сумма долга с 70 миллионов рублей уменьшилась до 56 миллионов. Задолженность по зарплате значительно снизилась. Мы наблюдали ее рост. И в рамках вот этой совместной продуктивной работы, мы видим, что она очень сильно снизилась, очень сильно и не прирастает. Но остается проблема, которую надо будет решать. Сейчас предприятий, которые должны своим работникам в области более 20. Самые крупные «Бурея ГЭС-строй» и «Вгупамурская». В последнем обещают рассчитаться с сотрудниками до конца этой недели. Компании «Бурея ГЭС-строй» для полного погашения долга не хватает 10 миллионов рублей. Сумму помогут найти областные власти. Станислав Милюков вновь избран мэром Белогорска. Он набрал более 65% голосов избирателей. Свой выбор в его пользу сделали 52 тысячи человек. На кресло градоначальника претендовали четыре кандидата – Станислав Милюков, Андрей Мусиенко, Виталий Бардыш и Сергей Труш. У конкурентов Станислава Милюкова практически не было шансов победить. Его ближайший соперник Андрей Мусиенко набрал чуть более 15% голосов. Кстати, в день выборов среди белогорцев проводили общенародный опрос. Жителям города задавали три вопроса. Какое имя дать строящемуся Центру культурного развития? Готовы ли белогорцы внести добровольные пожертвования на достройку спорткомплекса имени Сергея Солнечникова? А также готовы ли они к газификации региона и Белогорска в частности? В народном голосовании приняли участие более 20 тысяч жителей. Пока ответы обрабатываются. Между тем, Станислав Милюков перевел свою сентябрьскую зарплату на строительство комплекса имени Героя России Солнечникова. Деньги главы города стали первым добровольным пожертвованием на масштабную стройку. В итоге на спецсчет поступило чуть более 70 тысяч рублей. Кстати, перевести средства на возведение комплекса может любой желающий. Совсем скоро на сайте администрации Белогорска появится специальный раздел ФОК «Народная стройка». Там будет опубликована подробная информация, как можно перевести деньги, сколько собрали средств и так далее. Сотрудники ФСБ и специалисты Министерства природных ресурсов при Амуре остановили незаконную добычу щебня. Нарушителей задержали, спецтехнику изъяли. Незаконный карьер специалисты обнаружили в 200 метрах от федеральной дороги Чета-Хабаровск. Добыча щебня экскаватором без госномеров велась на закрытом карьере. Природный материал магнетических пород использовался при возведении дороги от ЖД-переезда в селе Селиткан и строительстве магистрального газопровода. При этом документы на право пользования недрами рабочие предъявить не смогли. В результате нарушителей задержали, а технику изъяли. Теперь специалистам предстоит выяснить все обстоятельства дела и установить тех, кто причастен к незаконной добыче щебня. Решение примут по результатам проведенной работы, сообщает пресс-служба областного правительства. Жители Тынды могут купить билеты на авиарейс Тында-Хабаровск. Они уже поступили в продажу. Первый рейс по маршруту Хабаровск-Тында-Хабаровск отправится 3 октября. Перевозить пассажиров будет хабаровская авиакомпания Амур на самолетах Ан-24 по понедельникам и пятницам. Вместимость воздушного судна 48 человек. Стоимость билета в одном направлении 5640 рублей. Амурчане тратят материнский капитал на недвижимость. Около 2700 семей с января по август этого года направили более миллиарда рублей на оплату ипотеки, строительства или покупку жилья. Почти половина семей при этом частично или полностью погасили жилищные кредиты, а остальные улучшили условия проживания. Напомню, материнский капитал выдают семьям, в которых после 1 января 2007 года родился второй и последующий ребенок. За время действия программы материнский капитал получили почти 46 тысяч семей. Сертификат можно использовать как для улучшения жилищных условий, так и на оплату образования детей или их содержания в образовательных учреждениях, увеличение будущей пенсии мамы. В начале 2016 владельцам сертификатов разрешили использовать деньги на реабилитацию детей-инвалидов. По данным Амурского отделения пенсионного фонда, на образование детей с начала года деньги, а это 60 миллионов рублей, направили полторы тысячи семей. В частности, на содержание ребенка в дошкольных учреждениях 1 200 семей. Отложить средства на будущую пенсию 384 тысячи рублей решили три амурчанки. Заявлений на компенсацию товаров и услуг по реабилитации детей-инвалидов не поступало. Напомню, в этом году размер материнского капитала составляет 453 тысячи рублей. Программа продлена до 31 декабря 2018 года. Есть неучтенное имущество. Сообщим. Сведения можно передать в любую налоговую инспекцию до 1 января 2017 года. Информация касается тех владельцев недвижимости или транспортных средств, которые никогда не получали налоговых уведомлений. Тем, кто подаст сведения о неучтенном имуществе до 1 января 2017 года, исчисление налога на имущество, физлица, также земельного, транспортного налогов будет произведено только за 2016 год. Дата регистрации прав на объекты учитываться не будет. По сведениям налоговой инспекции о неучтенном имуществе сообщили 432 человека. В базу данных добавлено более 340 объектов имущества. Бланк сообщения опубликован на сайте ФНС России www.налог.ру. А также документ можно получить в налоговых инспекциях. Напомню, с 1 января 2017 года за непредоставленные сведения о неучтенном имуществе будет взиматься штраф 20% от неуплаченной суммы налога. В Благовещенске официально открылась Амурская осень. Фестиваль кино и театра стартовал 19 сентября и, конечно, уже по традиции праздник начался со звездной дорожки. Амурчане смогли увидеть Анну Ардову, Александра Балуева, Лизу Арзамасову, Екатерину Волкову, Николая Добрынина и многих других. Первым на красную дорожку по традиции вышел президент фестиваля Сергей Новожилов, затем губернатор Александр Козлов с супругой, мэр Благовещенской и министр культуры региона. Спустя несколько минут перед зрителями появились и артисты. Кстати, несмотря на то, что на улице было достаточно темно и открытие фестиваля проходило в понедельник, люди заранее занимали места на площади Ленина, чтобы посмотреть на любимых актеров и режиссеров. В этом году по красной дорожке прошлись и амурские кинематографисты, а также члены народного жюри. Именно они будут судить кинофильмы конкурсной части Амурской осени. Это было какое-то чудо. Мы вышли из самолета, а тут солнце, жара. Мы утепленные в свитерах, в куртках. Это просто чудо. Я благодарю Вселенную и Бога за то, что нам такой подарок. Потому что в Москве просто ужас. Хочется только спать и ничего не сделать. А здесь действительно праздник получился. Мы прилетели и праздник. А сразу после звездной дорожки столичные гости отправились в общественно-культурный центр. Здесь в 20 часов началось официальное открытие фестиваля. В этом году у фестиваля кинотеатра открылся песней, которую исполнил президент Сергей Новожилов. Кстати, те, кто не смог вечером в понедельник приехать в ОКЦ, могли посмотреть открытие амурской осени, не выходя из дома. Наш канал в прямом эфире транслировал концерт, который длился более полутора часов. Самые яркие моменты вечера в нашем следующем материале. Бригады надували паруса, а я сидел и верил в чудеса. И если сам президент верит в чудеса, значит фестиваль пройдет на отлично, даже несмотря на понедельник. Кстати, организаторы честно признавались, очень переживали, что в этом году осень началась именно в первый день недели. Вот поставишь ему единицу, а потом выйдет из него Юрий Никулин, и получится, что я душил будущее нашего искусства. Доживем до понедельника. Отрывок из известного фильма показали зрителям не случайно. Главный герой фильма Юрий Чернов – блистательный народный артист России. Гордость и гость амурской осени. Десять лет назад именно он открывал памятник Гайдаю в «Свободном». В этом году глава города Роберт Каминский преподнес актеру неожиданный подарок – миниатюру того самого памятника. Я стою на сцене Театра Сотилы и каждый раз говорю спасибо Господу Богу, что я стою на сцене, на которой играли эти великие актеры. Я счастлив, что сейчас я стою на этой сцене и держу в руках приз имени Ганины Иовича Гайдая. А вот Екатерина Волкова впервые на амурской земле. На открытии фестиваля актриса исполнила песню собственного сочинения. Она не просто гость торжественной церемонии, а она играет главную роль в царском подарке. Этот спектакль – участник конкурса «Антрепризы». Среди гостей амурской осени в этом году и двое молодых ребят – Влад Конопко и Макар Запорожский. Больше известные как «Щука» и «Кислый» по сериалу «Молодежка». Правда, в этот раз ребята выбрали для себя немного другое амплуа – не хоккеистов. Мы же уже не ходили в сериалу, все же должен знать Матрос Майя. Мира! Перед началом фестиваля была проделана огромная работа и сотен короткометражных картин отобрали 24 коротких метра. Среди них такие работы, как «Сошедшие с рельсов», «Враги», «Доставка надом» и «Любовь». Также в список вошла и картина амурского режиссера Олега Семенца «Была война». Шесть призов ожидают и полнометражное кино. Председатель жюри в этой категории – Вера Глаголева. Для нас, конечно, большая ответственность и большая честь, что мы сегодня будем, что мы вообще здесь будем судить картины своих коллег. И очень важно почувствовать, почувствовать сердцем. Вот это, я думаю, мы будем делать. У нас замечательная компания, прекрасные мои друзья. Я думаю, что мы найдем общий язык. Я давить не буду, обещаю. И я думаю, что все будет у нас хорошо. Мы будем честно, честно судить. Ответственным за короткий метр назначили актера Владимира Шевелькова. А вот выбирать лучший спектакль предстоит Всеволоду Шиловскому. Судить будут позже, а этот вечер был посвящен только празднику, который продолжался и для судей, и для самих актеров. Дуэт из спектакля «Саундтрек» со своей игрой на стуле покорил и обескуражил даже самых искушенных зрителей. Ирина Кобзарь, Первый областной. На Первом областном канале стартует утренний эфир. Каждый день со вторника по пятницу всех наших зрителей разбудят известные ведущие, блогеры и просто интересные собеседники. Кроме этого, в нашей утренней программе занимательные и познавательные рубрики для взрослых и детей. Увидеть новый проект можно будет в прямом эфире. Накануне первой трансляции наш корреспондент Юрий Камышный заглянул в закулисье телевизионной кухни и вот что увидел. Внимание, в эфире. Доброе утро, зрители Первого областного канала. Ну вот мы и в эфире. Наше утро в эфире, а значит у вас каждое утро теперь будет большая радость. Мы приветствуем в студии Александра Ткаченко и Евгения Монакова, которые улыбчиво говорят вам здравствуйте. На телевизионном языке это называется тракт или генеральный прогон перед прямым эфиром. Здесь еще возможны огрехи, но с началом проекта все недочеты исключены. Вести в прямом первый выпуск нашего утра доверили настоящим профессионалам своего дела. Так скажем, пионерами стали Евгения Монакова и Александр Ткаченко. Настоящие мастера разговорного жанра. Заученных диалогов у них нет, только импровизации. Утренние программы одни из самых сложных на телевидении. Зрителя нужно не только разбудить, но и задать ему настроение на весь последующий день. Я боюсь, что они там уже подпроснулись. Наша задача вселить в них вот этот вот заряд бодрости, энергии, поделиться своими эмоциями, для того, чтобы они действительно по-настоящему с хорошим настроением начали день. Вот это вот я считаю наша главная задача. Да, то есть первая задача делает будильник, ну а в дальнейшем уже... А там уже мы дорабатываем. Для яркости и сочности картинки в студии, стилизованную под Благовещенскую набережную, оборудован специальный холодный свет. Съемка нашего утра будет вестись с четырех камер. Все изображение поступает вот в эту аппаратную. Какой план увидят зрители, крупный, общий или средний, решает режиссер. Для Виталия Обухова прямой эфир не в новинку. Наша телекомпания одна из немногих в Преамуре, кто работает в режиме онлайн и единственная в области, кто может выдавать телевизионный сигнал не из студии. Все крупные городские мероприятия, будь то День города, 9 мая или Амурская осень, в прямой трансляции можно смотреть только на Первом областном. Теперь к этому списку добавилось и утро. Даже с первого прогона становится ясно, программа будет интересной, что немаловажной, информационно насыщенной. За наполнение нашего утра отвечает специальная группа креативных людей. Редакторы обещают, каждый раз программа будет удивлять зрителя чем-то новым и интересным. Легкие рубрики от интернет-блогеров, гости в студии, полезная для каждого информация, практические советы. Часовой эфир рассчитан на самую широкую аудиторию. Еще одна изюминка нашего утра – это его ведущие. Наше утро будут вести семь ведущих. Это те, кого мы давно знаем и те, кого мы на телевидении еще никогда не видели. Эти люди известны на Амурскую область, известны в городе Благовещенске, но их никогда не было в телевизоре. У них была мечта вести утро и выйти в эфир. Такие люди у нас будут. Самое народное наше утро будет выходить на Первом областном четыре раза в неделю со вторника по пятницу. Так что не пропустите. Доброго утра вам будут желать наши корреспонденты и ведущие. В Благовещенске становятся популярными занятия по женской самообороне. Как говорят в некоторых спортивных клубах, обучаться боевым навыкам к ним все чаще приходят представительницы прекрасного пола. Анастасия Петраш также отправилась в спортзал и изучила пару защитных приемов. Добрый день! Здравствуйте! Виталий! Очень приятно. Ты сегодня будешь учить мне женское самообороны. Да, да. Ну, давай, с чего нужно начать? Начнем с разминки. Получается час по кругу пока бегаем. Сколько бегать-то? Минуты три. Уж с какой. Ну, я побежала. Ноги вместе. В сторону правой. Раз. Два. Три. Четыре. Да, ноги подогреваем. И вот так? Да. Поехали. Сейчас смачем с локтей. Сегодня отработаем локти и колени. В стойке стоим так же. Да, так показал. Да, выше, выше, да. Руку чуть в сторону отводим. Левую, да. И удар локтем спочекаем. Так? А, еще? Да, да, да. Да, да, да. Еще раз. Да, да. Удар локтем. Да. И удар локтем. Уверх. Так, еще раз. Локтем спочекаем. Локтем спочекаем. Еще раз. Еще раз. И правая. Да, сильнее. Поехали. Локти отработали. Еще удары коленями поработали. Это высокий. Да. Да, стоит. Лука левая перекрывает. Лицо? Да, да. Выше надо ее, да? Так, ну поехали. Пола, по-моему, это поработает. Угу. Липпили. Скажи, часто так вот приходят женщины, чтобы научиться самообороне? Да, женщины делают. Делают. Ходят много. Это был, кстати, на момент популярный. В городе. А сколько времени нужно, чтобы научиться хотя бы элементарному азам самообороны? Ну, примерно месяц хватит. Месяц прямо за глаза. Да? То есть? Да, при грамотной тренировке месяц хватит. Через месяц любому отпор дашь на улице. Здесь можно выступить будет. Так, ну хорошо, закончили. Для первых тренировок самое простое сделали. Сейчас поехали. То есть это тот самый минимум, да, который можно выучить? Да, самый простой. Ловкий колени. Да, конечно. Сейчас что мы делаем? Сейчас поехали, сейчас все это по лапам мы работаем. Сейчас все вместе. И ловкий колени. Так, сейчас сначала что мы делаем? Да, левый ловкий. Мне кажется, вот так очень хорошо выплескивает свою какую-то негативную энергию, которая накопилась. Да. Еще мне даже футболку подарили специально, ну чтобы легче было выплескивать энергию, видимо, да? Спасибо большое, Виталь, что показал мне тот самый минимум, который необходим, чтобы защитить себя. Ну, а тем, кто хочет научиться чему-то еще, нужно побольше поработать. Ну, примерно месяц, как сказал мне Виталий, да? Да. Спасибо большое. С вами была Анастасия Петраш, Виталий Коченков и Роман Едаков, Первый областной. В Благовещенский ансамбль «Ровесники» репетируют новый танец под руководством сингапурского хореографа Фанг Дон Кая. Главный режиссер-постановщик, креативный директор и продюсер сингапурского парада Ченге прилетел в Амурскую область по приглашению губернатора Александра Козлова и руководителя ансамбля Елены Фединой. За 20 лет работы хореографом Фанг Дон Кай поставил сотни работ во Франции, Сингапуре и на Филиппинах. Он также является обладателем многочисленных премий и лауреатом танцевальных конкурсов. В Благовещенске он проведет мастер-классы по хореографии. В прошлом году эти ребята приезжали к нам в Сингапур. Они показали очень высокое мастерство, я даже не ожидал такой красоты. В своем танце ребята раскрыли всю красоту русских традиций. Мы и в этом году их пригласили. А для меня очень большая честь трудиться над созданием номера к 50-летию вашего ансамбля. Я с удовольствием принял предложение и Елены, и губернатора. И это все. Спасибо за внимание. Наши новости доступны и в интернете, и в социальных сетях, на странице Первого областного канала Фейсбука Одноклассниках, а также на сайте amurobl.tv. С вами была Оксана Холодова. Всего хорошего и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин